То, что мы видели сегодня, мне кажется, что в первую очередь они хотели именно говорить про президентские выборы, которые предстоят в следующем году. Для них было очень важно повторить эту тему или тезис, что единственный реальный сильный кандидат, который будет принимать участие в этих выборах, это Владимир Путин. Могу сказать, что еще очень важную роль сегодня играла, конечно, отношение США. Наверное, единственный момент, когда мне показалось, что Путин как-нибудь злится или стал эмоциональными, это когда он обсуждал судьбу Григория Рощенкова. Видно, что то, что таким образом или так закончилась эта история с, по крайней мере, запретом на участие Российский Олимпийский комитет на Олимпиаде в 2018 году. Это для него очень болезненный вопрос. И мне показалось, что это единственная тема, которая как-то серьезно его смущает. Очень много слов по поводу информационной войны, по поводу конфликта со Штатами. Здесь были обязательные слова или высказания по поводу Трампа, по поводу того, что Трамп пытается улучшить отношения между Россией и США. Но просто, по крайней мере, в этот момент он дает знать, что ничего, кажется, не улучшится из-за политической ситуации, из-за оппозиции, из-за демократов в Штатах. И я думаю, что он просто пытался сказать обычным россиянам, что ничего не стоит ожидать в этом году, потому что информационный фон настолько негативная. Мне кажется, что третье – это просто шоу, это чтобы показать, что Кремль и первое лицо, в смысле Владимир Путин, обладают всей информацией о том, что происходит в России. Он знает о всех темах, он знает все цифры, и он разбирается во всех проблемах, которые интересуют или смущают либо как и столичные СМИ, так и как СМИ из разных регионов, дальних регионов в России. Поэтому это такое шоу, это немножко цирк с этими знаками. И я просто могу сказать, что я уже это седьмой раз смотрю, как журналист в стране. И, конечно, год за годом уже это становится таким штампом немножко.